Филологический факультет Филологический факультет Он просуществовал до 1996 года В 1996 году этот факультет разделился на два факультета Возник факультет гуманитарных и социальных наук и наш филологический факультет С тех пор мы существуем как филологический факультет Нужно сказать о том, чему обучают на нашем факультете На нашем факультете в настоящий момент обучаются студенты по пяти направлениям подготовки Это журналистика, филология, лингвистика, психология и связи с общественностью Эти направления имеют очень фундаментальные программы подготовки И нужно говорить о том, что на всех этих направлениях Уже осуществился переход на подготовку по европейским стандартам В рамках подписанного уже достаточно давно Болонского соглашения То есть наш университет, а вместе с университетом и наш факультет Вошли в процесс подготовки в рамках специалистов Для единого образовательного пространства Европы То есть мы готовим специалистов по указанным направлениям На высоком европейском уровне С вручением дипломов европейского образца Нужно сказать для тех, кто не знает Что подготовка специалистов по Болонскому процессу Означает, что студент учится в рамках двух ступеней Бакалавриат и магистратура Бакалавриат он учится 4 года и 2 года учится в магистратуре Нужно, очевидно, нельзя не сказать о том, что филологический факультет Это факультет с богатыми научными и образовательными традициями Если говорить о науке, то на факультете имеется 9 кафедр Это кафедры филологического профиля Кафедра русской и зарубежной литературы Кафедра иностранных языков Кафедра русского языка и методики его преподавания И это кафедры журналистского профиля Кафедра средств массовой коммуникации Теории истории журналистики А также третий профиль научный Это психология У нас имеются две психологические кафедры Кафедра социальной и дифференциальной психологии И кафедра психологии и педагогии Вот три группы кафедр обеспечивают развитие науки И на научном фундаменте существование образовательного процесса Наука не может не существовать без крупных ученых, без научных школ И я могу с удовольствием подтвердить, что наш факультет известен далеко за пределами университета Это известный лингвистический и языковедческий научный центр Здесь работал такой известный ученый Доктор филологических наук Профессор Лев Алексеевич Новиков Один из известнейших ученых в области языкознания Семантики и семиотики русского языка Здесь работают видные специалисты в области литературоведения Такие как заслуженные деятели науки Доктор филологических наук Профессор Анатолий Сергеевич Карпов Таким образом Существуют две филологические школы известные Кроме того, существует довольно известная психологическая школа Которую руководит доктор психологических наук Профессор Александр Иванович Крупнов Один из известнейших ученых, исследующих психологию личности Если говорить о подготовке в области журналистики То на нашем факультете работают известные, в прошлом известные журналисты А сейчас передающие, люди передающие опыт своим ученикам Например, такой известный специалист Как бывший руководитель корпункта ТАСС Во Франции Георгий Иванович Зубков И многие другие специалисты Подтверждением того, что наши журналисты Достаточно конкурентоспособны На журналистской сфере Является то, что многие из них Работают в центральных издательствах В центральных средствах массовой информации Студенты, которые заканчивают направление связи с общественностью Работают в крупнейших компаниях Которые занимаются пиаром И так далее Кроме того, что на факультете имеется серьезная научная база И научные школы Нужно говорить о том, что Широко развита и студенческая наука Студент, приходя на факультет Приходя на факультет, в первую очередь идет на кафедру Где его встречают умные, заботливые, внимательные профессора, преподаватели Здесь он находит своего будущего научного руководителя И под его руководством занимается наукой Что такое студенческая наука? Это не только его курсовая работа Не только подготовка его к диплому Собственно дипломная работа Не только его магистерская диссертация Если он учится в магистратуре Но это еще и многообразная работа на кафедре Это кружковая работа У нас на факультете существует около 15 кружков На всех кафедрах Где студенты делают доклады Изучают научную литературу Обмениваются впечатлениями Пишут рефераты Еще одна форма работы научной Это, конечно, конференции Практически на каждой кафедре Проходят ежегодно научные и студенческие конференции Всего же на факультете И больших, и студенческих конференций Проходят около 20 Два десятка конференций ежегодно В числе которых 3-4 международные И остальные межвузовского Общероссийского профиля Ну, надо говорить о том Что студент, конечно, не только учится Не только занимается наукой Но его жизнь достаточно насыщена И многообразна Просто в плане его ежедневной будничной жизни На нашем факультете есть студенческий комитет Который занимается развитием студенческой жизни Развитием различных форм жизни студентов И в рамках деятельности студенческого комитета У нас есть студенты, которые занимаются Организацией науки, кружковой работы Есть сектор, который занимается спортивной работой И в этом отношении на факультете тоже достигнуты большие успехи Достаточно сказать, что команда баскетболистов филологического факультета Одиннадцать раз становилась чемпионом университета Развивается студенческая художественная самодеятельность И в этом плане мы тоже являемся лидерами У нас в настоящее время мы держим переходящий кубок За лучшую художественную самодеятельность Среди факультетов университета Одним словом, студенческая жизнь яркая, насыщенная, богатая событиями У нас в конце года проходит минута славы Где студенты показывают свои достижения в художественной самодеятельности Каждое направление по-своему интересно Каждое направление имеет прочный научный фундамент Имеет прекрасные образовательные программы Так, помимо уже сказанного, хочется упомянуть Также и направление подготовки лингвистика И сказать немного об изучении языков на нашем факультете Необходимо подчеркнуть, что изучение языков является Одним из приоритетов в системе образования филологического И на нашем факультете студент может выбрать Один из десятка иностранных языков, которые у нас изучаются Если говорить о направлении подготовки лингвистика То здесь у нас в основном две программы Студент-лингвист выбирает одно из двух направлений изучения языков Либо английский и французский, либо английский и испанский Добро пожаловать на наш факультет Приходите к нам учиться